всем привет мои дорогие с вами Ольга Патракова и я приглашаю вас всех в эфир вот с этими замечательными розовыми штучечками сейчас вы скажете Патракова что такое мы будем готовить а я вам не скажу потому что вы сейчас сами узнаете и мы будем готовить заварное тесто мы будем готовить с вами маленький маленький пирожный шум и вы скажете а зачем же ты нам вот эти розовые штуки тут пихаешь в лицо зачем ты вот нам их показываешь вот такие красивые во-первых они мне нравятся на цвет они классные они розовые во-вторых вы все знаете что у меня аккаунт в соцсетях они розовые и я конечно же все вещи для прямых эфиров покупаю нужного розового цвета у меня розовые эти розовая сковородка где-то там есть мне все розовое по возможности чтобы у меня весь аккаунт был в розовом и я купила такие замечательные штучки чтобы нам делать не просто заварные пирожные не эклерчики не профит рульки а чтобы делать пирожные шу в стаканчиках с какой целью я это делать хочу зачем я это хочу делать просто за тем чтобы было что-то необычное что-то красивенько никакой особой цели нет итак давайте пока мы собираемся пару слов могу рассказать о себе вы наверное наизусть уже все знаете да вот и немножко расскажу о заварных пирожных меня зовут патракова ольга собирайтесь вот как вы там все хорошо да меня зовут патракова ольга я делаю торты с 2010 года я их уже уделалась я уже не могу я уже просто вообще вообще не могу же делать но все равно делаю кстати на заказ до сих пор сейчас не очень дорогой цене 45 тысяч рублей за килограмм и дана вы не ослышались 4-5 тысяч рублей за килограмм да такие цены есть это москва слава ти господи да на в регионах понятно что по таким ценам вообще принципе ничего покупать не буду там верный торт это по таким ценам не всегда продаются вот да я делаю то что сказал 2010 года у меня большая студия сейчас москве большая онлайн школа филиал в омске но короче много всего хорошего и самого такого наверное ну самая отличительная черта мне два больших онлайн курса вот которым я рекомендую всем пройти же домашним просто там для семьи готовить домашним кондитером для тех кто там на производстве работает все до два больших курса у меня по тортам один поменьше на 4 разряд и один большой на 5 разряд это то что я прям вообще рекомендую всем пройти и у меня на в этих курсах идет аттестация и получаемый диплом гособразца 4 или 5 разряд также но раз уж пока рекламный пауза быстренько все расскажу да также мы работаем по вас государством по соцконтрактам то есть если вы проходите обучение по соцконтракту по соцконтракту понятно вы знаете кстати что такое вы все знаете что такое обучение по соцконтракту но короче у нас давайте я быстро тоже расскажу но все равно пока еще там вон у меня полтора человека короче у нас где-то года два или три уже существует программа государственная которая помогает людям находящимся в бедственном положении. Называется она социальный контракт. То есть ты заключаешь этот социальный контракт, в социальной службе, это там тебе пособие на детей мы получаем. Вот ты заключаешь этот контракт, и его прям много, это прям тебе деньги дают в подарок. Бери, прям в подарок дают. То есть ты за них не отдаешь, ты отчитываешься только чеками. Дают на развитие бизнеса 350 рублей, дают на обучение 30 тысяч. Это к нам надо идти, учиться, потому что мы подходим для соцконтракта, у нас все документы подходят, все лицензии подходят, мы прям идеальные кандидаты на обучение. А по правде соцконтракт дают вообще много на что? На разведение овец, то есть не знаю, на ремонт крыши, я слышала, на кодирование алкоголика серьезно. Серьезно такие штуки бывают. То есть это такая большая государственная программа. Где узнавать социальная защита? Если есть вопросы, напишите мне в комментариях здесь, если смотрите меня в записи, все равно пишите, я отслеживаю комментарии. Также у меня ко всем эфирам идет описание, там всегда есть мои контакты, там всегда есть телефон наш рабочий, который заканчивается на 18.35, а кто-нибудь посмотрит через 10 лет, и уже не этот телефон будет. Ну короче, следите. Туда можно задать вопрос, напишите, я вам позвоню, или не я, Марина позвонит. Вот Марина вам позвонит, проконсультирует по социальному контракту, куда идти, что делать, как деваться, и там документы какие надо с собой, все мы расскажем, подскажем. Вот мне это очень выгодно, потому что я получаю 30 тысяч. Вам это очень выгодно, потому что это не вы платите 30 тысяч. Понятно? Государству это очень выгодно, потому что они осуществляют президентскую, там, вот и государственную программу. Подарочные деньги надо брать, мы подходим. Вот. Понятен мысль? Ну, вообще, мысль такая. Вот. Да, ладно. И сегодня я решила сделать что-то легкое, простое, несложное. Вот. То, что можно делать дома, спокойного, и которое пригодится вам тысячу раз, потому что мы сегодня делаем заварное тесто. Как вы догадываетесь из названия, что-то надо будет варить. Оно же заварное. Что-то варить надо будет. Да? Надо будет. Дальше, как вы догадываетесь из названия, что это тесто, к нему какой-то крем, и я хочу вас расстроить. Сегодня без крема мы будем. Ладно? Ну, какой-нибудь крем напихайте, пожалуйста. Сегодня без крема. Ну, у меня нет силенок на крем, поэтому мы делаем только булочку, у которой внутри дырочка, и туда запихивается крем любой, какой вы умеете делать. Можно делать белковый, обычный белково-заварной, все творожные крема, сырный крем-чизы, да хоть масляный пихайте, все равно будет вкусно. Я рекомендую ли белковый, потому что традиционно все-таки пирожное шу, а мы делаем его, да, делается с белковым кремом. Запихайте, например, сливки взбитые, тоже очень вкусно, потому что, в принципе, вкусно. Можно ягодки, можно что-то кисленькое. Мы делаем сладкий вариант, а в соленом варианте, в принципе, можно хоть красную икру. Ну, мало ли, может, у вас ферма с красной икру, я же не знаю. Можно, например, что-то там по сутскому тракту построил ферму. Будет прикольно. Сейчас у нас все-таки, да, у нас лососевая ферма. Да, тут лососи, тут тюлени. А нет, на тюлени нельзя размножать, да? Они никуда, тюлени куда-нибудь используются у нас. Поэтому они и живы, короче, потому что никуда не используются. Вот. Привет, 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 привет. Так, еще раз, если у вас будут вопросы по соцконтракту или по курсам, пишите, пожалуйста, в комментарии. Помните, что этот эфир мы ведем сейчас в прямом эфире в ВК. То есть все, кто смотрят в ВК, вы меня смотрите, скорее всего, в прямом эфире. Потом он здесь же останется, в записи в ВК. И вы все равно пишите комментарии, потому что я за ними отслеживаю, мало ли у вас какие-то вопросы, мало ли у вас какие-то выводы. Все равно пишите свои комментарии. Мне приятно, вам полезно. Остальные люди будут смотреть. Тоже что-то может быть. Ваш вопрос может быть тем самым вопросом, который они ждали, боялись спросить просто. Вот. Да, и также я выкладываю эту запись сейчас на YouTube. Вот. То есть те, кто меня смотрит на YouTube, вам привет. Привет, что, как дела? Вот. Да, вы смотрите меня в записи. Тоже пишите свои комментарии. Я их тоже отслеживаю, я их тоже проверяю. Вот. Я вам всем отвечу. Да. И чтобы у вас было все равно ощущение, что мы общаемся. Ну, прикольно же. Я вам буду приветки вот так передавать. Да, YouTube привет. Вот. Да, да. И, соответственно, чтобы вы тоже могли задать какие-то вопросы, я тоже, тоже, тоже на все отвечаю. Ладно, про заварное тесто. Привет, привет. Вот. Итак, заварное тесто. Что-то надо варить. Вот. Что-то надо варить. Как скажу сейчас, что, поделюсь своим проверенным рецептом. Вот. И это слово варить, это тот самый главный момент, из-за чего может не получаться это тесто. То есть, если вы в жизни пробовали сделать эклеры, или заварнушки, или еще что-нибудь такое, или профитрольки, и они у вас не получались, только потому, что вот это варить вы не доработали. Все. Все остальное там получается элементарным, что взял рецепт, все взвесил на весах, я надеюсь, вы взвешиваете. Все взвесил по рецепту. Мы можем ошибаться столько в приготовлении, когда есть какой-то ручной труд. Не миксер взбивает, не печка печет, а когда какой-то ручной труд, или надо отследить температуру, время, вот такие вот моменты. Понятно? Вот только это. Да, сейчас я зачитаю ингредиенты, но они будут в описании, товарищи. Ну, может, вы не можете терпеть, вам надо час. Нет сил держать это описание, Оля. Нет описания нигде. Короче, диктую, дорогие друзья, все подготовились. Итак, масло сливочное 100 грамм, вода 180 грамм, соль 1 грамм, мука 200 грамм, яйца 300 грамм. И яйца надо взвесить. Взвесить яйца в граммах. Все. Все. Все, 5 ингредиентов, и будет счастье. Дальше. Мы сверху будем делать такой кружочек, чтобы он красиво так разошелся, и у нас такая как будто бы посыпочка сверху. Он называется штрейзель, или штройзель, или кракен, что-то там еще, как он называется? Кракенат? Краки? Краки? Краки кто-то еще он называется. Краки кто-то. Я не помню, как краки кто. Рецепт его, этой краки-штуки. 50 грамм муки, 50 грамм масла, 50 грамм сахара. 50-50-50. Сложно запомнить, не знаю даже. Но не кракелюр, слушай, кракелюр, это когда краска трескается. Какая-то кракен что-то другое, тоже со словом трескаться, короче, там что-то в еде, как-то не кракелюр, походу. А вот, мысль понятна, все успели записать, я могу вам еще показывать. Скриншот делаем, делаем скриншот. Можете посмотреть на мой кривой почерк еще. Все. Вот. Да? Понятно? Да. Итак, взвесили все, подготовились. И дальше, секретный секрет здесь в чем? В чем метод Патракова? Что из этого одного теста, и вы заметили, что нет сахара, кстати, в самом тесте-то? Мало ли, вдруг вы не заметили, да? Вы можете сделать кучу разнообразных изделий. Итак, викторина, как называются, маленькие круглые штучки, если мы делаем их из заварного теста? Слушаю вас всех. Все пишут резко, пишут резко все, что, как называются. Они правильно, профитроли они называются. Вот. Отлично. Да. Если мы делаем длинненькие колбаски из заварного теста, как они называются? Как? 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 Давайте образовательный момент. И длинненькие штучки такие, как называются? Эклеры они называются. Правильно. Если мы делаем побольше, Такие, как булочки, что ли, да, из заварного теста. И сверху вот этот крак, да, Штрейзель? Крак. Они называются у нас пирожные шу. Я всегда такая, шо? Не шо, а шу. Вот, да? И у нас есть еще одно изделие. Оно вот так в виде кольца выдавливает, оно поднимается. У него есть два названия красивых. Одно название у него страшное русское, а второе красивое. Кто знает, страшное или красивое? Я извиняюсь, что я вам средний палец показываю. Париж-Брест – это красивое название. А страшное название какое? Страшное название – кольцо творожное. Это вот как бы советское, как это, кольцо. Кольцо. Вот такое кольцо, да. А красивое название Париж-Брест, все верно. Да? Оно посыпается орешками обычно или этими самыми. Стружка, стружка миндальная. Вот, да? То есть один рецепт приготовили, и все тебе на, деточка. Мы наготовили кучу разнообразных изделий. Конечно, к каждому из них еще идет свой какой-то крем. Да? Ну, то есть там есть традиционный крем. Ну, условно, в профитроле чаще всего это у нас с вами идет крем масляный. Кстати, как ни странно. В России у нас еще говносливки туда идут. Вот. Потом у нас в заварные пирожные традиционно заварной, кстати, ой, в смысле, в эклеры традиционно заварной крем. Ну, тоже, сейчас все подряд пихают. Вот. Потом в шу белковый крем, в кольцо творожное, творожный крем. Да? Да, в Париж-Брест. Там чаще всего заварной крем чуть посложнее. Ну, типа дипломат. Вот. Все. Все. Дорогие друзья, на этом эфир закончен. Шутка. Вы все узнали. Идите домой. Не смотрите меня больше. Сейчас будет приготовление. Итак, надо, во-первых, еще из того, что я не сделала. А, я буду сегодня печь. Получаются штучки вот в этих штучках. Просто, чтобы, ну, не просто на этот посадил и все сделала. Понятно? Чтобы не просто на противне кучки отсаживать. А чтобы что-то интересненькое было. Можно так не делать. Это просто мне так вот сбрендило. Я увидела эти розовые штуковины. И мне кажется, будет прикольно. Я так даже не делала раньше. Понятно? Ну, мы посмотрим, что получится. Мне кажется, эксперимент это наше все, да? Вы же согласны со мной? Не согласны? Ну, короче, мы сейчас узнаем. Итак, первое, что нам надо сделать, это взвесить яйца. Смотрим на весы. Вы же никогда не видели, как взвешиваются яйца. Вот, смотрите. Это важно. Нам нужно 300 грамм яиц. В граммах прямо. Прямо в граммах яйца нам нужны. Так. Это примерно 5-6 штук. Зависит от того размера, который у вас будет. С ними ничего делать не надо. Просто мы их разбиваем. И все. И все. По 50 грамм у меня яйца получается. Ну, вот. И тут что-то до 300 грамм. Мне еще одного яйца, походу, не хватает. 200, да. У меня будет это 6 штук. То есть, если С1, ну, вот мой московский С1, я не знаю, какой у вас С1, может, какой-то другой С1. Моих московских получается, ну, вот это 5-256 грамм. Надо 6. Ну, они как бы стандартные, Мариш, не маленькие. Иички. Иички. Иички, да. Иички. Есть какая-то песня какая-то такая, какой-то этой про иички. И там прям так очень, знаешь, так выразительно. Да, как птичка пила. Нет, там про яички. Это какая-то современная какая-то. Про мультик. Да, это не про мультик, Мариш. Это какая-то порнуха была про яички. Да, там что-то там, что-то. А там что-то было неприличное про эти яички вообще. Да, ну, короче, я надеюсь, что у вас нет такой ассоциации, у вас все хорошо. Так, дальше надо варить. Сейчас я принесу сюда все штуки, которые надо варить. Вы смотрите, как не творящийся, когда я несу плиту. Плиту несу. Еще миксер у нас там. Ужмешься двигаться, у меня что-то все красиво. Вы бы знали, как это красиво смотрится, когда много розовых, что я тебе вам покажу. Много розовых штук у меня стоит. Серьезно, это прям реально прям круто. Вот они стоят. Тут стол, понятно, за стороны. На остальное не смотрите, вот сюда смотрите. Я начну блестить, все такое розовое. Блин, вообще, такая красота. Прям советую, купите. Наставьте на стол. Сердце гадуется, как будто это блестящие какие-то, не знаю, бриллиантики маленькие. Ну, маленькие. Серьезно, очень красиво. Ну вот. Ладно, хватит. Поготовим, да? Печка у меня, кстати, уже работает. Вот. И у меня есть такой, кстати, момент. Образовательный. Давайте, образовательный момент еще один. Чего так просто сидеть, смотреть. У нас, помните, ингредиенты? Привет, привет, дорогие мои. Масло, вода, соль, мука, яйца. А разрыхлитель где? Нету. А за счет чего оно вообще должно подниматься? Я пошла готовить. Ну, в смысле, сейчас вы будете смотреть. А вы думаете, а за счет чего оно вообще поднимается? Разрыхлителя нет? Яйца мы не взбиваем здесь. Вопрос, вопросович. Вот. Понятно? Думайте. Я вам сейчас не скажу ответ. Так, ладно. А я готовлю. Вода, масло, соль ставим на плиту. Доводим на кипение. Вот. Соль, я надеюсь, там есть. Марина, там есть соль? Марина туда соль кинула. Мы ей верим. Бывают рецепты, кстати, с сахаром. Сахар тоже здесь же варится обычно. Вот. Мне нравится больше без сахара. Мне тесто вкуснее без сахара, потому что у нас начинка сладкая. Но бывают страны, где вообще больше сладкого едят, чем в России. Вот. И рецепты есть где сахар. С сахаром быстрее горит, кстати. Тесто больше поджаривается, если что. Завариваем, тесто поднимается. Ну, да. А за счет чего оно поднимается-то? Вот. Вопрос-то. Ну, почему оно поднимается? Ну, понятно, что завариваем. А почему оно поднимается? Скажи мне, пожалуйста. Итак, давай помним. Вам ничего за это не будет, если вы ответите правильно или неправильно. Просто интересно как. Испарение воды поднимает. Ты моя кисонька. Ирина у нас с правильным ответом. Нет, глини глютен. Нет, вот Ирина с правильным ответом. Да. Что у нас с вами вот эта вода, которая здесь, она никуда не девается. У нас эта вода сейчас впитается в муку. И эта вода, когда будет испаряться у нас в духовке, она наше тесто поднимет. Вот. Глютен, мысль правильная, но глютен у нас с тобой так и к дрожжевому тесту. Вот. Так, ладно. Вот оно почти кипит. Мы подготовили муку. Муку четко взвесить на весах. Мука обычная у меня, макфа, желтенькая такая. И каких особенных у нее нет. Чуть-чуть уменьшаю огонь и всыпаю муку. Я всыпаю всю сразу муку. Вот. В некоторых рецептах иностранных я встречала, когда они всыпают небольшое количество, помешали, потом всыпают дальше. И здесь вспоминаем про этот важный момент, про варить. Все, из-за чего может не получиться ваше заварное тесто, это что вы не доварили тесто вот здесь вот на плите. Сейчас, не снимая, мы должны промять полностью хорошо наш, называется, тестовый комок. Тестовый комок, чтобы он весь-весь-весь избавился от сухих. Понятно, чтобы сухих комочков там внутри не было, и сухих мест не было. Его надо прям хорошо-хорошо-хорошо прогреть. Должно стать похоже на картофельное пюре. Сейчас, дождите, у меня рука затекла. На картофельное пюре такое очень плотное, без сухих штучек. Иногда говорят, что там на дне должна корочка образоваться. Ну вот у меня уже образовалась. Сейчас покажу вам корочку. Вот вам, наверное, видно, вот она корочка. Видите? Вот она корочка. То есть она должна образоваться. Иногда без корочки как-то нормально, не говорят. Все, как только все сухое, в принципе, достаточно. Ну вот. И здесь вот он. Это был единственный сложный момент в этом приготовлении. Все. Больше никаких сложностей нет. Почему сложный? Потому что очень хочется снять. Кажется, что оно горит. Кажется, что сейчас что-то не получится. Не может сейчас оно пригореть. Оно как бы есть чуть-чуть, как будто бы пригорает. То есть есть там такой момент. Сейчас я отковырну. Вот. Видно? Как будто бы он пригорел немножко. Так должно быть, товарищи. Да? Так должно быть. Так. Это правильно. Понятно, что у меня толстое дно у ковшика. Чтобы оно вообще не горело. У меня специальные ковшики с толстым дном. И для всех заварных штук, заварной крема, заварное тесто, мы используем именно такие ковшики. Так. Меняем. У нас сейчас... Восьмена декораций у нас уходит со сцены плита. И идет на сцену миксер. Вот. Часто спрашивают у меня, какой миксер. Блин, надо как-то партнерку что-ли завести. Миксер у меня китченейт. Они нам не платят за рекламу, к сожалению. Поэтому просто так могу вам сказать. Хороший миксер. Работает. Вот. Да. И дальше наша задача, что она по смыслу. Вот мы с вами нагрели. Вот оно кипело у нас. Температура какая кипения? Обычно воды около 100 градусов. Дальше нам надо добавлять яйца, потому что у нас в рецепте только яйца уже остались. Все остальное мы добавили. Вот. Ну, понятно, по логике, да? Надо яйца тоже как-то туда напихать. Вот. И тут получается секретный секрет, что если мы сейчас в горячее будем напихивать яйца, то у нас получится что? Правильно, омлет. Странный омлет при том. Вот. Поэтому нужно массу остудить. И у нас есть температура, когда мы добавляем яйца. Может кто-то знает. Ну, как-то, чтобы вы как-то думали просто. Я не одной скучно разговаривать. Хочу, чтобы вы тоже все подключались. Да? Ну, кто знает, какая температура у нас, чтобы добавляли яйца. При какой температуре яйца уже не сворачиваются. 60 многовато, 48-50 многовато, многовато, лучше поменьше, 60 многовато, многовато. 60 они уже свернутся. Нам надо до какой остудить температуры? Комнатная норм. Вот, а 40-45 нормально. То есть, это горяченько, горяченько получается. Вот. Что мы делаем дальше? Мы с вами берем насадочку и начинаем остужать. Можно, в принципе, закрыть пленочкой и пойти гулять. Сходить там, не знаю, в торговый центр, в киноху погулять. Там, не знаю, вот у нас тут рядом дадо-пицца, тамуки. Можно. Но вам будет в этот момент скучновато. Поэтому мы берем любую насадку. Вот у меня насадка называется она весло вообще-то. На весло не особо похоже. Да, еще иногда называют насадкой кулинар. Типа все остальное мы не кулинар, а здесь кулинар. Вот. И остужаем. То есть, взяли, включили, остужаем. Вот пар идет. Пар идет, все, вот оно остужается. До каких пор мы остужаем? До тех пор, пока у нас пар не прекратит идти. 40-45 градусов, тогда яйца спокойно вмешиваются. Можно меньше. Можно меньше, да, температуру делать. Ну, просто это та температура, да, потому что когда остывает, у нас температура как бы вниз идет. Вот от 45 и вниз она будет идти уже нормально. Если вы с 50 начнете добавлять, то у вас может первые самые яйца могут чуть-чуть схватиться. Понятно? А вот с 45 уже норм. И оно будет остывать дальше. То есть, вы будете добавлять, во-первых, яйца холодные, вы будете, ну, так, холодные, то вы можете теперь, вверху будете добавлять. И оно будет остывать дальше. Делала вашу, делала что-то по нашему рецепту Розалия, очень вкусное получилось. Спасибо тебе большое. Вот. Ну, да, я вообще заподжирать сама, и поэтому мои рецепты все очень вкусные. И у меня все те рецепты, которые я делаю на заказ. То есть, у меня нет рецептов, которые сделаны ради просто выпендрежа, ради красивой картинки, ради еще чего-то. У меня все рецепты, которые я делаю на заказ, они реально вкусные, их очень удобно готовить. Это такая, ни на что не намекаю, возвращаемся к вкусам. Ну, мало ли, вдруг мысль сейчас закрадется в вашу душу, да. Вот. И они реально нравятся заказчикам. Их удобно готовить. Вот, по себестоимости разные, что-то дешевое и что-то дорогое. Потому что, ну, все-таки эксклюзивные кондитеры, но все-таки статус, да, мы должны что-то красивое, замечательное готовить. Пар идет, ну, вот, мне кажется, еще идет пока что-то. Можно посмотреть, что там внутри. Там внутри ничего особого нет. Поэтому, ничего особого нет. Вот. А в это время я сейчас буду булькать яйцо. Так, смотрим, булькать яйцо. Взяла. И вот так булькай, вилкай. Зачем? Ни зачем, просто надо время занять. Так будет, мне кажется, лучше размешиваться. Но это не точно. Вот, побулькайте тоже. Пусть будем. Все, побулькало яйцо. Это еще горячее. Следим, следим, как оно там. Вроде бы нормально, да. Вроде бы хорошо все. Так. Да, сейчас на моих курсах. Молодец, молодец, Розавина. Молодец. Да, у нас хорошо на курсах. У нас спокойно. У нас нет нервотропки. Если ты не успел сдать, с тобой ничего абсолютно не произойдет. Я курсы даю навсегда. Сидишь, смотришь себе. Хочешь телефон, хочешь компьютера. Хоть сколько раз. Ограничений нет. Наслаждаешься. Прекрасный мною. Меньше на 10 килограмм. Там даже нормальная еще есть. Там уже в разное время уроки записывались. Есть те, еще раз, они реально те, которые я всегда готовлю. Вот. Есть там уроки, где я прямо, ну там, ну не 10 лет назад, ну 10 килограмм, 20 килограмм назад. Прямо нормально. Прямо прикольно. Вот. Сидишь, наслаждаешься. Да. Ну и, конечно, плюсы онлайна перед живыми курсами в том, что можно пересматривать кучу раз, когда, так сказать, когда там что-то не понял. В живых курсах тоже есть свои приколы. Вот. А то я сейчас такая настрою, вас никто никому не приедет. У меня тут майский курс большой, этот у нас с первого по один стема. В живых курсах тоже есть свои приколы. Живые курсы, это ты, конечно, тебе вот прям подошел к тебе педагог, тыкнул в тебя пальцем, ты такой, блин. И то есть прям сразу видно, быстрая связь, быстро учишься. Вот. Не все по онлайн-курсам могут вообще как бы разобраться. У нас как-то по-другому объяснить, может быть. Вот. Да. Вот. А в онлайнах сиди пересматривай вот хоть 500 раз, останавливай еще что-то. Я же тебе тут не буду 500 раз рассказывать. Ага. Ага. Но я на живых курсах разрешаю записи, кстати. Вот. Не все, я знаю, что не все педагоги разрешают запись, но типа выложат. Ну и пусть выложат, чё? Господи, порву-то. Вот. Ммм, да. Записывайте и дома тоже спокойно пересматривайте. Особенно если знаете, что все забудете. Вот. То спокойно пересматривайте. Так. Мне кажется, уже оно где-то, мне кажется, оно подостыло. Как я проверяю? Можно проверять термометром? Я проверяю. Вот как детям этот проверяют, чтобы не горячо было. Обратной стороной пальчика. Мне кажется, нормально. И дальше по чуть-чуть на маленькой скорости мы вливаем яйцо. Влили. Смотрим, видно сопли, видно сопли, видно сопли. Как только сопли исчезли, добавляем еще. Видно сопли, видно. Видно, да? Как бы яйцо. Видно, видно. Оно такое, ну, как слизь. Извиняюсь за слово. Такое невкусное. Слизь. Вот слизь сейчас пропадет. Я в офисе ржет. Да, да, слизь пропадет, добавляем дальше. То есть сразу много не наливаем. По чуть-чуть каждый раз перемешиваем, пока не схватится. Вот я многовато. Видите, налила много, перемешивается. Ну, вот. Как тут у меня пишет Марина. Марика пишет, что тоже, надеюсь, попаду к вам на курс. А ты как раз по соцконтракту, по-моему, да, к нам собираешься? Я держу кулачки. Все будет. Ну, вот. Так, добавляем. Перемешиваем, перемешиваем. Перемешиваем, перемешиваем. Перебить это тесто невозможно. То есть спокойно перемешивайте, сколько вам надо. Единственное, что вот меня напрягает, что оно к стенкам прилипает немножко. Сейчас я его оттопырю. Где у меня ложка? Все, вот, топырю со стеночек, потому что мне, ну, вот, мне прям, прям, мне прям плохо, аж, а то, что оно там наприлипало. Вот, чтобы что-то у нас получилось. Сейчас, сейчас схватится, схватится, схватится. Так, все, оттопыриваем. Оттопырили. Ложку чистим, помните, не о край мисочки, а о венчик. Да, потому что венчик там у нас будет внутри. Так, все, тихонечко делаем. Дальше перемешиваем. Задача перемешать до однородной, вязкой, противной, липкой массы. Вот, при этом она держит форму. Не совсем умерла-умерла, немножко держит форму. Так, перемешиваем, перемешиваем. Перемешиваем. А я в это время мешки взяла. Все, чуть-чуть. Есть контакт. Так, ну что, голосуйте. Еще надо краешки позюзюкать или не надо зюзюкать уже ничего? Давай, голосуем. Зюзюкать нам стенки еще или не зюзюкать? Как вы считаете? И надо такой сделать опрос на канале. Зюзюкать или не зюзюкать? Все-таки, знаешь, читают без контекста. Такие, что вообще, о чем они там? Девочки, зазюзюкать надо позюзюкать. Зюзюкаем. Пусть все-таки, да, получше разойдется. Так, зюзюкаем. Есть. Вот вид она такая липкая, противная? Вот так должно быть. Вот. Зюзюкаем дальше. Перемешиваем. Ну, вроде как перемешивается. Должно стать, оно плюс-минус гладкое. Можно чуть-чуть побольше поставить в скорость. Вроде все ок. Тесто на тесто похоже. Да, глютен и глютен непонятно пока. Но пока не особо глютен. Вот. Тут оно должно быть такое тягучее, чтобы оно когда поднималось, там стирочки красивые были, дырочка в середине у нас с вами появляется. Вот, да. И воздернемся немножко к технологии. По технологии, помните, да, что нужно... Вот сейчас нормально прям. Вот сейчас покажу, что я... Вот оно как, видишь, таки длинные стали образовываться. Такие штучки длинные. Как раз проглютем, короче. Да? Вернемся к технологии. Так как у нас вода должна испариться, помните, да? И за счет этого оно поднимается. У нас температура выпечки странная. Вот у нас заварное тесто отличается от много чего. Его обычно пекут, большие изделия, в два приема. На высокой температуре. То есть 160, 170, 180, на сколько размера изделия. Вот. Пекут, пока оно поднимается, сильно должно печься. И потом, опять же, в зависимости от температуры, в зависимости от размера изделия, снижают температуру и допекают, чтобы оно уже, как сказать, схватилось хорошо. И внутри немножко все запеклось. И здесь тоже момент такой. Чем больше изделия, тем печем дольше. И большие еще изделия надо протыкать, чтобы воздух вышел, и оно не схлопнулось, когда вы достаете. Вот. То есть достали. Из духовки иногда большие штуки потыкали, засунули обратно, чтобы оно запеклось. Все заварные изделия из духовки должны выйти хорошо коричневенькие. И они такие тверденькие, сухонькие. И, да, внутри чуть-чуть мягкое. А так они снаружи прям такие тверденькие. И они размикают уже от начинки. Да. А вы думали? Так, ладно, дальше что мы делаем? Дальше у нас с вами процедура такая. Нам нужно это положить в мешок. Вот. Взяли, взяли. Я подготовила нам два мишка. Отсадить нам нужно изделие нужной формы. То есть это может быть у вас маленький шарик. Это может быть у вас большой шарик. Это может быть у вас, например, колбасочка, да? Ну, то есть в зависимости от того, что вы хотите делать. Вот. И дальше уже. Соответственно, на вид вот это туговато немножко тесто. Да. И дальше уже. Да. Ставим печь. Кстати, вот такое тесто можно замораживать. Там как бы нечему портиться. Оно хорошо переносит заморозки. И я даже видела такие рецепты. Европейские, французов, что ли, или итальянцев я смотрела. Там, знаете, что было? Хорошие. Вот. Там было карпатка тесто. Тоже из такого можно? А карпатка? Карпа. Ты думаешь, у вас какие-то есть универсальные названия? Я думаю, что да. Я думаю, что можно. Карпатка. Это какой-то торт. Ты думаешь, что он один? Добро пожаловать в мир кондитерки. Вот. У нас нет названий, которые вы вот... Тоже такой секрет, что ты думаешь, например, что торт Прага – это рецепт конкретный, да? Карпатка – это рецепт конкретный. Нет. Чаще всего торт Прага – это шоколадный бисквит с шоколадным кремом. Да? С какой-нибудь такой пропиткой типа вишневой. И бывает там агрикосовый тоже или вишневый джем. Вот. То есть у нас это обозначение вида, наверное. А какой там бисквит, какой конкретный рецепт? Может быть, твоя собственная какая-то Прага. И по этому поводу все и начинают вот этот срач. Настоящий чизкейк, ненастоящий, самый лучший тирамису, не мой тирамису, другой тирамису. Это из-за чего? Все думают, что название равно рецепт. Нет. Название – это вид. И ты можешь спокойно делать свою Прагу, свой тирамису. А ты будешь делать, по ходу, Ален, свою Карпатку. Вот, да. Ну, то есть если там заварное тесто, то да, можно это. У тебя будет своя собственная Карпатка. Ну, вот. Всем Карпаткам Карпатка. Специальная Карпатка. Попробую, я думаю, что да. Покажите, как оно стекает с лопатки. Уже поздняк. Вот. И оно не очень хорошо стекает с лопатки у меня. Вот мне кажется, туговато оно у меня какое-то. Оно не особо вообще стекает у меня. Оно не стекает. И тут тоже вопрос такой. Если ты сделала четко по рецепту, вот как я делала, у тебя все должно получиться. Все, у нас как бы все четенько. Стекает с лопатки у нас, знаешь, что важно, как стекает с лопатки? Наверное, макаронс. Здесь не так важно. Так, ладно. Карпатку можно, пишут тебе. Пишут Карпатку можно. Ставим наши красивые штуковины. И начинаем выдавливать. Я не знаю, сколько у нас получится. Я не делала в таких штуках. Поднимается оно достаточно серьезно. То есть не больше половины мы, да, делаем. Я хочу сделать часть побольше, часть поменьше. И посмотреть, соответственно, как оно вообще поднимется. Потому что не делая в формах. В формах тоже есть своя теплопроводность. Какие-то нагреваются лучше, какие-то хуже. Посмотрим. Ну вот. Что там у нас, как дела. Условно, да, нам надо выдавить. Вот. Ровненькой. Подождите, улезет оно у меня. Ровненькой штучкой половинку. Где-то вот. Ну вот так вот. Не сказать, что прям сильно ровненькая штучка. Смотрим, да. Где-то вот так вот. Удобнее, наверное, навес будет делать, мне кажется. Что не на вид, а на вес. Да, потому что так очень сложно отслеживать, сколько их там получилось. Очень сложно. Сколько это вот, столько же или не столько же. Ну, мне кажется, да, а вдруг нет. Вот. Вот. Так, и у меня пакет не удерживает. Пакет продублируем. Ну, вроде как получается. То, что нужно. Вопрос, насколько оно еще поднимется, посмотрим. Вот. Так, и у нас есть второй пакет еще. В идеале бы, конечно, сделать красивую поверхность, потому что оно будет подниматься, оно не растекается. Вот. Да, и в идеале бы красивую поверхность сделать. Но так как у нас сверху будет еще та штука, которая в морозилке, помните? Да, штройзель, штройзель. Вот. То. Ну, я как бы сейчас с этим особо не заморачиваюсь, так бы я подровняла. Можно взять ложку. Ну, вот. Да, мне кажется, туговато. Немножко тесто. Ну, посмотрим, что получится. Почему может быть туговато? Только в одном я ошиблась, например, во взвешивании. Чего-то чуть-чуть как-то не так взвесила. Ну, вот. Чисто теоретически это возможно. Это я на вид вижу. Вы, может, и не увидите. И еще последнюю сейчас сделаем. Ой. Итак, у меня получилось. Сейчас скажу. Вот из этого замеса. Это стандартные капсулы для капкейков. Да, у меня получилось. 15 штук. 15 штук. Если бы я прям тщательно все везде собрала, я думаю, что было бы их, наверное, и больше. Вот, да. Самые большие штучки я сейчас примну. Да, чтобы они мне не мешали, что тут есть прям такие большие. И покажу, как мы с вами работаем. Как мы с вами работаем. Да, с этой вот штучкой, которую сверху кладут. Итак, все сделали. И сразу же здесь же нам надо до выпечки положить сверху кружочек из дополнительного материала. Это вот он самый мука, масло, сахар. Я смешала просто. Положила в морозилку. Тонко-тонко раскатала, положила в морозилку. Дальше нам надо вырезать кружочки. Ну вот, я-то подобрала уже формочку, которая нам подойдет, и положить сверху. Что делает эта штука сверху? Во-первых, она не дает потрескаться сильно поверхности. Во-вторых, она немножко замедляет подъем. Вот, в-третьих, она сама растрескивается, и получается, как будто бы сверху крошка. Это ее делают цветную сверху. Я не стала делать цвет, да? И вот сейчас мы посмотрим, как это выглядит вообще все. Как это вообще все выглядит. Так, я пошла в морозилку. Так, что-то пишет мне тут такое что-нибудь путевое? Про Карпатку вот у нас обсуждение. И дальше у нас новая партия людей присоединилась. Кракелин. О, точно, точно, Кракелин. И, Юля, мы тебя ждали. Мы тебя ждали, этот самый Кракелин. Так, ладно, я пошла в морозилку. Вы наслаждайтесь видом чего? Мусорки мои наслаждаемся видом? Что тут, смотри, больше не нужно. Ну вот. Так, взяли. Отколупали. Да, у нас 15 штучек. А я сейчас их не продавлю, получается. Да, оно замерзло у меня. Надо-то было сначала наделать, а потом уже замораживать. Оля-то, смотри, мозг какой. Сейчас я ее даже не тавонькаю. Даже не смогу. Вот так вот вам. То есть сначала все-таки ее... Чего об этом не подумала? Ну вот, сначала все-таки мы раскатали, наметили, а потом замораживаем. А не как некоторые. Заморозила листы, такая думает, что у нее что-то вырежется. Ничего не вырежется, дорогие друзья у нас. Вот. Но это нас не останавливает. Мы все равно сейчас, что получается, вырежем просто очень сильными усилиями. Вот. Да? Вот такие должны получиться кружочки. Их просто кладут в... Сверху. Ну вот, сейчас буду показывать, как кладу. Ну вот. Давайте я буду сразу показывать, как кладу. Ну просто вовнутрь падает, ну и все. Никаких тут сложностей-то нет. Ну вот. Видно? То есть, ну в принципе, вырезается из заморозки. Если вы так же, как я сейчас положили в морозилку, оно вырезается. Но с усилиями. Раз. И оно оттаивает быстро. Два. Духовка. Если кто-то заметил, что у меня духовка все это время работает, вы правы, она все это время работает. Потому что нам нужно, чтобы духовка была... К моменту, как мы поставим, 180, у меня где-то 180-180 градусов. Моя духовка и вот эти небольшие штучки мои. Вот. Так. Кладем. Кладем. Сейчас я поработаю с умным видом. Подождите, сколько штучек еще осталось. Ну вот. Шесть. Еще одна. Ага. Погнали. Кладем. Так. Пока вам все понятно, солнышки мои. Все ли у вас заходит пока? Все ли пока окей? Мы посмотрим, какой результат еще будет из этого всего счастья. А то, знаешь, рецепты-то нам тут все показывают. У всех все хорошо. А потом достают откуда-то из другого места. Да. И монтаж. А мы вот посмотрим вживую вообще. Получается оно? Вообще. В целом-то как-то оно тут. Вот. И можно еще взвесить изделие. Сколько будет весить. Вот смотрите, все положила. Вот. Расставила. А зачем расставила? Ну, просто расставила, чтобы красиво было. Давайте. Просто расставим, чтобы красиво было. Смотри, Смотри, как я считаю. Это 13, не 15. Вот как Оля считает. Офигенно. Ну, вот. Поставили. Все. И ставим это все счастье в духовку. Да, сейчас расскажу, чел-чел-чел-чел-чел в духовке у нас. Боже, они такие классные, они такие красивые. Господи, просто какая-то необыкновенная красота. Вообще. Просто суперски. Так, ставим в духовку. Наша задача, чтобы оно поднялось. Сейчас мы видим температуру 180 градусов. Вот. Где-то примерно минут 15. Вот. И потом еще я немножко убавлю температуру. Посмотрю, как оно, насколько там большое будет. Где-то, наверное, градусов, наверное, 160 я поставлю. И еще минут 10-15. Потому что у нас достаточно большое изделие. Вот. Оно высокое, оно должно сильно подняться. После этого мы достаем оттуда, оттуда, из духовки. Достаем. Даем остыть до комнатной температуры. Делаем начинку и едим. Вот. Сегодня вы у меня начинку не сделаете. В смысле, вы там уже сделаете, но я не сделала. Я так буду их есть. Вот. Или найду что-нибудь какое-нибудь. Ну, я только вот отсюда масляный крем вижу. Марин, не смотри на меня. Я не буду с масляным кремом есть. Шоколадный еще есть у нас крем. Смотри, у нас сейчас офис такой сейчас на меня с просящими глазами. Оля, а что мы будем есть? А какой крем ты нам туда сделаешь? Не я, Марина какой-нибудь крем сделает, запихает. Вот. Как делается? Дырочка сверху, прям делается дырочка. Через дырочку вот так же мешочком напихивается. Вот. И дырочка чем-то закрывается. Чем закрывается дырочка? Ягодкой, орешком, еще чем-нибудь, посыпочка какой-нибудь, цветочком, чопиком. Слушай, я не знаю, что такое чопик. Я не знаю, что такое. Чопик это что такое? Чопиком. Что такое чопик? Мы не знаем. Это какой-то местный слон. Смотри, чопиком. Юля будет чопиком закрывать. Мы не знаем, что такое чопиком. Вот. Для бочки. А, типа затычка для бочки. А, это нет, это был юмор, мы его не поняли и не смеемся. Тут сидим с серьезным видом что-то пытаемся умничать. А это прикол. Ага. Нам надо как бы переводить. Мы кондитеры. Мы как бы... Деревянный гвоздь. Вот Марина пробивает по интернету, что за чопик. Чопик, деревянный гвоздь. Да. Да, закрываем чопиком, подойдет. Все, отлично, все. Я теперь новое слово узнала. Я буду с этими розовыми штуками теперь стоять. Я же, мне же надо будет там, фоткаться с ними. Потом, типа, немножко, шаблужку надо делать. Вот. Вы заценили, кстати, обложку на предыдущем видео в Ютубе. Вообще просто песня. Я же ему уже желаю, вообще, вообще просто, просто невозможно. Так, ладно. И пока оно печется, надо обсудить, что может пойти не так. А мы, кстати, может и не доживем. У нас 46 минут уже эфир. Вот. Да, может и не доживем, пока оно допечется, что-то мы не увидим. Но давайте потерпим, да? Вот. Итак, дорогие друзья, что может пойти не так? Вот. Когда меня спрашивают в рецептах, Оль, а у нас не получается? У нас, у меня что-то там не получилось. Где я ошиблась? Вот у меня там с бисквитом что-то не то, а где я могла накосячить? Я всегда отвечаю, дорогие друзья, несмотря на то, что я вас мотивирую изо всех сил. Вот. Ошибиться вы можете везде вообще. Вот серьезно. На моей памяти кто только где не ошибался. Бывало что? Бывало, например, первое, не те ингредиенты берешь. Берешь, берешь, раз, а подает тесто, сейчас расскажу. Не те ингредиенты берешь. Ну, то есть написано, мука такая, ты берешь муку другую. Или там у нас тоже, видите, как бы у педагогов свои приколы есть из серии того, что, а как сделать, например, вот то-то без там глюкозного сиропа? Никак не сделать. Все, купи глюкозный сироп, О, вот. Как сделать? А если муки у меня нет, то что мне делать? Сходить в магазин за мукой. Вот. Но такие советы не всегда помогают. Часто люди хотят все-таки как-то из того, что есть. Это у меня тут все есть. У меня вот два стеллажа с непонятно чем. Вот. Они же хотят из того, что есть, приготовить. Но так и вот. Бывает, что что-то, но что-то не меняется. Вот. И, кстати, если вы ждете каких-то конкретных, например, от кондитеров, да, каких-то конкретных рекомендаций, что на что поменять, не ждите. Лучше делайте четко по рецепту, как написано. Вот серьезно, мой совет, например. Вот. Она. Итак, первое, не те ингредиенты. Раз. Второе, не взвешивайте. Два. Здесь важно взвешивать все, включая яйца. Здесь сложный компонент яйца у нас с вами. Яйца надо прям взвесить, взвесить. Вот. Да. Дальше третье, соответственно, вы могли напутать что-то со временем, с приготовлением, со смесями, что-то могли просто не положить. В-четвертых, я встречала такие варианты, когда вместо разрыхлителя брали, например, ванилин. Порошок, порошок. Насыпал, насыпал. Че? Все. Понятно, что он действует не так. А вы знаете, что будет при передозе? Слушайте, я устала стоять. Дайте сяду. А знаете, что будет при передозе ванилина? Что бывает при передозе ванилина вообще? Вот. Да? Сейчас я это все уроню сначала, а потом сяду. Вот. У нас при передозе ванилина вот, есть замечательная штука. Называется она горечь неимоверная. Потому что, как только ванилина много больше, чем положено, так тоже не очень хорошо. Да? Так что мы еще можем сделать. Сейчас, дождите, я тут все покручу теперь. При передозе вот так надо их на что-то поставить. На стакан. Вот. При передозе ванилина у нас с вами есть вообще невозможно. Это просто просто невероятно горько. Вот так. Сейчас оно все упадет. Ну, короче, если будет падать, то схватим, да? Вот. Горечь все. Вот. Кто-то уже, да, кто-то уже знаком с этой замечательной штукой. Вот. Кажется нам, что криво, да? Есть такое ощущение, что кривовато. Ну, что делать? Кривовато, кривовато. Вот так буду сидеть. Вот. Правильно. То есть можно по правде ошибиться на любом этапе. Могли сглючить весы. Ты все делал правильно. Взял те ингредиенты, просто весы, например. Что-то у тебя где-то там, что-то батарейку не поменялось, и у них там все неверно произошло. Да, бывает, например, как-то, да, бывает. Оля борется с этим, борется с оборудованием, да. Бывает, например, духовка там что-то как-то не так печет. Да, бывает, что вы там какие-то вещи можно перебить. В большинстве случаев я подбираю, например, рецепты таким образом, чтобы невозможно было ошибиться, и ничего нигде не перебивалось. Но такое, в принципе, возможно. То есть, возможно сделать что-то. То есть, бывают рецепты, где все-таки что-то можно перебить. Такое возможно. Да. Бывает, вы что-то где-то не засекли, время не засекли, там, температуру не засекли, еще что-нибудь. Бывает, духовка вообще, в принципе, печет хуже, чем положено. Такое тоже случается. Вот. Что мы в этот момент делаем? Да. Что мы в этом? Просто переделываем и все. Так, подождите, у меня там что-то ванилин даже, есть такой ванилин, даже от маленькой дозы горечь. Это значит, не маленькая доза. От маленькой дозы не может быть. Ну, короче, подниматься оно поднимается. Пока странновато оно поднимается у нас с вами. Я бы сказала, что температуры недостаточно. Ну, вот. Ну, посмотрим. Не похоже, да, на заварные пирожные. Узнаем, как оно там пойдет. Что говоришь? Всем пойдет. Всем пойдет. Там дегустация будет. Хорошо. Я все равно напрягаюсь, что у нас тесто густоватое получилось. У нас точно муки столько, сколько надо? Марина кивает, говорит, точно. Ну, Марина кивает. Это не факт, что там все так прям, как Марина кивает. Но мы Марине верим. Да? Если что, Марина виновата. Я вообще делала все правильно. Это просто тут стечение обстоятельств. Это просто так получилось. Ну, мне кажется, да, что оно как-то странновато у нас немножко выглядит. Ну, ладно. Узнаем, что получится вот при таком виде. Вот у нас эфир такой. Да. Короче, делайте так, чтобы так не получилось. Короче, дальше ванилин. Ванилин. И, кстати, про ванилину рецепт будет, конечно. Ну, вот. Про ванилин тоже отдельная ситуация, что ванилин, он существует у нас ванилин, ванилин. Дальше ванильный сахар существует. И существует у нас с вами ваниль натуральный. И там вообще тоже. Да, ваниль натуральный хоть сколько сыпь. И она такая, она как бы не ванилина пахнет. Она пахнет скорее, знаете, чем? Скорее какой-то карамелькой вот мне пахнет. Это вот именно вот как с жженым сахаром. Чем-то таким. Вот. Натуральный ванилин, который вот искусственный белый порошок, его надо прям микродозы. Он даже не в граммах, наверное, в полграмма, четверть грамма. Крапелькой. Лучше меньше, чем больше, потому что, да, бывает горечь. Короче, смысл какой? Во всех рецептах все, что печется, можно ошибиться на любом этапе. Такое бывает. Это возможно. В принципе, такое возможно. Ну вот. И мы пытаемся от этого всегда застраховаться. Каким образом? Мы измеряем все, что можно измерить. Само собой имеется в виду, что у вас заранее есть рецепт, который точно получается. Второе. Мы все измеряем. Мы поэтому с вами на весах все взвешиваем. Мы поэтому вовнутрь в духовку, блин, пишите вот там, да, вовнутрь в духовку мы с вами, Коля прибавила температуру. Ну, смотрите, они прям пухнут-пухнут. Пухнут-пухнут. И вот видите, формочки расходятся. Да? Видите, формочки внизу расходятся. Это я понадеялась и не поставила противень с ямками. Вот. И формочки внизу немножко распухают. Вот. А надо было противень с ямками все-таки поставить. Серьезно. Нас учили, что заварное тесто нужно печь до 220, а потом убавлять до 200. Вот, Наташа, я не буду спорить, честно тебе скажу. Вот. Может быть, то заварное тесто по каким-то тем рецептам и надо печь на 220. Но у нас на 220 вообще с вами ничего не печется. Вот, да. Я с тобой делюсь с тем рецептом и своими наработками, когда получается точно. Вот. Да? Мне на 220, мне кажется, все должно сгореть нахер вообще. Вот. Я всегда проверяю, как стекает с лопатки, с лилентой, то все будет норм. Вот это понятие лентой, оно тоже, знаешь, такое, лентой. Что для тебя лента, что для других лента. У меня оно лентой не стекает. И в принципе оно не стекает у меня даже. Вот сегодня мне туговатое оно, и даже когда оно не туговатое, оно мне тоже лентой не стекает. Вот, да? Но здесь есть тоже важная штука. Давайте я про нее скажу. Печу у всех разная надежда. Поэтому про термометр я вам говорила. Давайте я вот что... Блядь, оно там огромное. Короче, знаете, я вот что вам скажу. Что если у вас, если у вас что-то получается, получается, если у вас нет проблем с заварными пирожными, если у вас нет проблем с бисквитами или с готовкой, да, первое, вы не ходите и не учитесь этому, но у вас и так получается. Понятно? Я понимаю, что вам хочется сейчас какую-то, может быть, свою правоту доказать или еще что-то, да. Вот, если у вас... Вы не меняете шило на мыло. Рецептов миллионы. Технологий приготовления тоже много. И если у вас получается, вам нет смысла переучиваться. Зачем? Если у вас так хорошо, вот, мы приходим на обучение вообще в целом только в том случае, если у нас не получается, чтобы с чего-то начать, чтобы найти какой-то рецепт и человека в данном случае, да, который как-то понятно тебе объяснит. Я про это много говорю, что нужен педагог, который тебе понятно объясняет, раз, и чьи рецепты у тебя получаются, два. Да, то бывает понятно объясняет, делаешь, ничего не получается. Вот, да. Вот эти две вещи должны совпасть, чтобы и то, и то срослось и получилось. Тогда, да, все будет хорошо. Вот, да, для того, чтобы этот человек по своему рецепту, который он точно знает, вам рассказал, показал и проверил, почему я преподаю на тех рецептах, которые я делаю на заказ. Они у меня хорошо отработаны. Я их отработала там, у меня реально более 20 тысяч учеников уже прошло через мои руки, да. Вот. И я на вид могу сказать, то есть все ошибки, которые можно сделать, мы уже сделали. Ну вот еще не все. Там капец, короче, да. Все ошибки, которые можно сделать, было, блин, капец. Мы уже, ну, мы уже сделали. Пойдемте туда. Ну, короче, мы уже сделали. И я вам на вид скажу, где вы ошиблись. Я на вид могу сказать вот на этих рецептах. Дальше, научившись делать что-то одно, можно попробовать сделать его разновидность. Потом еще, потом еще. Но если у вас получается, сами себя не мучайте, пожалуйста. У вас все хорошо. Вам не надо переучиваться. У вас все супер. Оля говорит, не по теме. Сегодня делала макарон, все получилось, я счастлива. Вот. Не получались макарон, сделала, получилось, ты счастлива. А заварные пирожные у тебя получаются. Я думаю, что лучше, чем мои в этих штучках. Ну, просто я, видите, хочу же что-то красивое получить, эксперименты. А тут до экспериментов. Блин, сейчас выражать будете? Вообще не могу. Смотрите, какие смешные штуки. Ну, в целом, как бы, что я хочу сказать. Они поднимаются раз. Да. То есть, с замесом все хорошо. Узнаем, какая там дырочка. Но надо класть, вот если в таком виде, мало ли вам захочется готовить. Я надеюсь, что вы просто будете кучки отсаживать. Или полосочки отсаживать. Да. Если вы будете в таком виде готовить, то, пожалуйста, еще меньше. То есть, я треть, получается, запихивала. А надо еще меньше, чем вообще на донышко. Мне очень смешно. Мне интересно, что там у них внутри. Серьезно. Вот. Но нам еще надо их попечь небольшое количество времени, чтобы проверить, что там у них внутри еще будет. Блин. Какие ржачные. Просто песня. Смотрите, какие смешные. Очень смешные штуки. Да. И они внизу разлезаются. Да. Внизу разлезаются. Ну, это вообще те, которые должны держать форму. Но они вот здесь распухают, а они вот здесь вот прямо разлезаются. Очень смешно. Ну, понятно, что если вы просто на противень их положите, они просто у вас поднимутся, и все. Ну, вот. Ну, получается, больше, чем в три раза все-таки. Держишь. Ну, вот. Так. Печем, печем. Так. Какой должен быть эклер по длине? Слушай, наномотивов нет от 10 до 15. 12-14 обычно. Ну, то есть, это как раз к такому, к этому вопросу. Подожди. Хожу с этой подставкой своей. У меня вот телефон, да. Это как раз к тому вопросу. А есть ли у нас, а какой должен быть корж по высоте? А сколько норматив, торт нормальный, сколько должен весить? Это вот из этой серии. Бывают мини-эклеры вот такого размера. Бывают стандартные, ну, 12-14. Тоже смотря, где ты делаешь. Да, то есть, все французские школы, это Франция же у нас, да. Все французские школы, у них у всех корона. Ну, в смысле, у них колпаки такие большие. Вот, и они все в своем... Говорят, что у них все только правильный эклер, остальное все отстой. У них правильный макарон, остальное все отстой. Здесь вот примерно такая же ситуация. Ты делаешь, какие тебе нужны. Может, ты из них торт делаешь. У тебя будут эклерчики маленькие. Может, ты их, не знаю, покушать делаешь себе. Тогда большие. Ты можешь верхушку срезать. Тогда тебе нужно там, не знаю, красивый этот самый. Вот, нормативов нет. Кисоньки. Они просто длинненькие штучки, кругленькие штучки, большие кругленькие штучки, кольцо. Опять же, когда вы учитесь, то преподаватель, у него может быть рецепт рассчитан вот на этот размер. Или, не знаю, коробки рассчитаны вот на этот размер. Откуда вообще размеры берутся? С коробок, например. Почему в кондитерской вот такой размер? У них коробки такого размера, они так вам подают, например. То есть, вряд ли это связано с чем-то... Ну, то есть, что он такой вкуснее, чтобы в рот залазил. Рот мерить надо тогда. Рот. Чтобы в рот залезало, извиняюсь. Сейчас мужики налетят с этими своими членами опять. Ну, вот. Да? Ну, чтобы в рот эклер заходил. Ай! Я не могу. Хотя не вечер, это вечерний эфир обычно у нас этим сопровождаются. Ну, там, девушка, ты красный, вы такой. Что делаешь? А, ведь что-то у нас было про торты. Делайте либо торт в корейском стиле. Вот такое у нас еще было. Вот. Так, ну что? Кто знает, сколько времени прошло. Немного, кстати. 15 минут примерно прошло, потому что в 46 меня в одной зависло. Это час, потому что мы с вами в эфире, и больше часа бывает, оно перезависает. Да, сейчас у меня кто-нибудь из офиса проверит этот самый компьютер, показывает ли там дальше все, или уже ничего не показывает. Показывает, пишет, говорят мне девочки. Так, все, я уменьшаю температуру, потому что мне по размеру уже, по размеру мне уже точно больше не надо. Ну, блин, так, так не делайте, короче. Ну, вот. Вот, потому что оно, ну, большевато, то есть много насыпало, надо было меньше делать прям совсем. Веснит иногда, может, у меня с интернетом что-то. Но если у меня нормально показывает, то оно и в записи будет, в принципе, нормально показывать. Запись в любом случае сохранится, рецепт, конечно же, я приложу. Я хочу просто достать уже и посмотреть, что внутри, как оно, в принципе, поднялось, как оно, в принципе, там, чтобы должна была быть дырочка. Я думала, оно поровней поднимется, но я была не права. Дорогие друзья, оно там прям жесть у нас, прям такое большое изделие. Надо было делать, наверное, все в два раза меньше, мне кажется, точно, и тогда было бы нормально. То есть, получается, что? Опытным путем. Опытным путем. Ну, видишь, я же не хотела простых путей, да. Я же предупредила, да. То есть, предположим, смотрите, это сколько у нас, 13 штук. Значит, дорогие друзья, мы делаем не 13, а 26. На 26 таких штучек будет, ну, мне кажется, нормально. Ну, если мало ли вам захочется повторить этот необыкновенный эксперимент. Вот, да, ну, задача, опять же, потренировать тесто и все такое прочее. Да, это же эксперимент, все хорошо. Да нет, мне нормально. Просто это же эфир, вы же понимаете, что он везде сейчас засветится. Ну, и пусть все знают, что у нас тоже вот... А как мы экспериментируем? Так экспериментируем. Мне одной вообще неинтересно экспериментировать. Я одна вообще ничего делать не буду. Я вот пойду, сяду на диван и буду пить кофе. Че? А, че я думать, я тут что-то делать буду? Ничего не буду. А все везде так делают? А че ты думаешь, мы не так делаем, мы так же это делаем? Абсолютно один в один. Я все успокаиваюсь, что ничего страшного. Нет, я не переживаю, дорогие мои. Мне это вообще нормально. Мне главное, чтобы вы меня поняли, первый рецепт получается. Он нормальный. Вот оно такое, в таких штуках делать не надо. Все. А если хотите, то в два раза меньше. То есть в два раза больше этих надо штучечек. Юля пишет, я сижу и отдыхаю с вами. Ну, в целом, мне тоже, знаете, особенно в Ютубе у меня любят комментарии. Боже мой, сколько болтовни. Как так можно столько болтать? Где рецепт? Показала бы и пошла уже. Все. Вот. Я не про рецепт. Я вообще, то есть я про поболтать все-таки. У нас разговорное ток-шоу. У нас разговорное про жизнь, про рецепты, про как вообще кондитером. Нелегкая судьба кондитера. Честно. Я сейчас тоже пишу, у меня неделя контента про работу с заказчиками на 100 возвраты. То еще, то замолчал, то что-то ему не нравится, то он там деньги верните. Я так думаю, господи. Вообще счастье, что мы работаем. Сколько сил, сколько труда, сколько усилий мы тратим на то, чтобы сделать этот код. Сколько мы учимся, сколько на страшных мишек, заек. Сколько мы всего выбросили за свое время. Это кто считает? Это где у нас вообще? Вот. Да? Говорите, говорите. Вас очень приятно слышать, пишет Лена. Ну да, ну то есть кому-то заходит, кому-то, видимо, не заходит. Ну, бывают люди, хотят прям рецепт. И мне тоже тогда большой вопрос, что рецептов мало. Мне кажется, тех же каналов, тех рецептов сейчас, мне кажется, жопой жуй. А вот чтобы тебе кто-то объяснил, ну там плюс-минус нормально, ну кому-то ж я нормально объясняю. Вот. Какой для вас вкусный крем для эклеров? Я бы делала взбитые сливки, чуть-чуть туда крем-чиза. Я такое люблю. Вот. Мне такое нравится. Может быть, еще карамель. Я, кстати, ни разу не делала взбитую карамель. Кто не делал взбитую карамель? Я смотрю тоже ролики в этом, в Инстаграме смотрю ролики. Там везде она взбитая карамель. Мне понятно, как делать, просто я не делала. Кто-нибудь делал? Вкусно? Вот. Надо тоже сделать. Вот я бы, нужно написать книгу «Судьба кондитера». Да-да-да. Вот мне кажется, еще я бы карамели туда добавила. Вареная имеется в виду карамели туда. Вот к сливкам, крем-чизу и вот сахарной пудрой чуть-чуть добавила. Чуть или без сахарной пудры, чуть карамели бы добавила. Мне кажется, прям вот хорошо. Вот. Была на другом эфире. Все нужно и скучно. Нудно, наверное. Нудно и скучно. Вот. Ну, все по-разному рассказывают. У меня все эфиры рожачные. У меня даже эфиры, где вот прямо, у меня же есть эфир, прям записанный для того, чтобы рассказывать про курс, мотивировать вас к покупкам. Ну, то есть такой прям нормальный записанный там автовебинар, называется урок или там мастер-класс по продажам для начинающих кондитеров. Кто, кстати, не видел, все короткие ролики, вот там плюсики вы ставите, вот в ответ вам присылается ссылка на этот урок. Даже там у меня рожачка. Я там, то есть, казалось бы, там уже надо серьезное что-то записывать. Ты уже такой, Оля, ну как бы для рекламы делаешь нормальный ролик. Нет, я тоже не могу. У меня тоже все везде смешно. Так, ну что, оно сгорело? Нет, еще? Берегусь, еще поднимается. Давай, дорогой. Я бы уже один какой-нибудь достала, да? Мне кажется, уже пора. А что вы в пижаме пишите? Мне, кстати, тоже. Кто-то пишет, прикольная пижамка. Это не пижамка. Это такие рубашки сейчас. Да, то есть это Вайкики фирма купила в Турции. Это такая рубашка. Ну, просто она может без аксессуаров. Пижамки не делают вот с манжетами, с такими. Пижамки без ничего делают. Ну да, цвет пижамочный. Ну, прикольно. Мне нравится. В пижаме, может, на работу хожу. Чего вы? Имею право полное. Хоть в чем ходить. Хоть в пижаме, хоть в чем. Серьезно, да? Я такие гульки сделаю. Вот, кстати, прям пижамный вид такой. А-а-а-а! Вот. Ну, розовый. Я купила, потому что розовый. Штакаунт розовый. Надо в розовом сниматься. Там всякие фотки в розовом, с розовым. Ну, то есть там, ну, что-нибудь такое розовое. Ну, короче, потому что надо в розовом. Что готовите? А для того, чтобы узнать, что мы готовим, перемотайте наш эфир на самое начало. И посмотрите. Мы готовим сегодня странные штуки в горшочках. А! Ладно, я пошла. Давайте буду доставать. Потихоньку. Ну, пока штуку достану. Одну штуку достану, и мы посмотрим. Да? Это я, типа, это прихватка, типа, у меня такого размера. Ну, сколько ж можно уже? Давайте. Вот так. Чем я ее доставать-то буду? Пальцами, думаешь? Я пальцами, мне кажется, неудобно ее доставать сейчас будет. Ну, вот. Мне кажется, я сейчас... Вот это мне нравится. Вот у нас что-то более-менее нормально получилось. Любилкой достать. Что, вилкой достану? Вилкой достану, да? Вот на эту штуку поставить. Так, они пусть еще попекутся. Итак, дорогие друзья, смотрим наше волшебное счастье. Что же у нас получилось? Понимаете, что оно горячее? Оно вот разбухает вот эта штуковинка. И получилась у нас профитролька в стаканчике. Ну, то есть, в принципе, если бы не знать, что я хотела получить, выглядит оно интересно. Давайте, вот так вот. Ищем плюсы. Выглядит интересно. Необычный хруст безе, правда, не чувствуется. Да, вот на такой подставке тоже красивый. Вот, в принципе, выглядит интересно. Необычная профитролина такая большая. Без крема сегодня мы просто вот эту штуку делаем. Да, вот сверху вот этого штройзеля маловато. Надо потолще делать. Вот, но у нас просто много вообще массы. Вот, потому что оно тогда более гладкое, кстати, получается. Вот, да, можно уже трогать-то. Нет, еще горячее. Вот, то есть, в принципе, как подача. Да, подача, сверху тут какие-нибудь ягодки. Мне кажется, можно, мне кажется, будет нормуль. Да, поменьше прям, прям поменьше, чтобы оно, если вылезло, то не сильно. Да, вот так вот бы вылезло, вот так вот. Ну, вот это на 13 штук. Ну, вот где-то на 18, на 20, мне кажется, будет хорошо. Да, и попробуем разломать. Мы ищем дырочку. В заварном тесте в чем прикол? Правильное заварное тесто – это когда у нас внутри полость образуется. Образовалась там полость? Ну, я надеюсь, что да. Уверена об этом? Нет. И давайте посмотрим, какая же полость образуется в этой штуке внутри. Могу взять уже, еще горячо, но, в принципе, уже могу. Вот, прикольная. То есть я вот так еще, наверное, такую заставку сделаю, да, ну, типа непонятная штука в руках блестит. Мне кажется, будет круто. Так, давайте. Мы режем, что чем? Ножом режем? Ложка, вилка, чем мы режем? Нам надо посмотреть, что там внутри. Как это, кстати, есть, тоже большой вопрос. Да, там полость есть. Она прям большая. Ну, вот. И она в два приема полость. Смотрите, у нас полость получилась. Раз большая внизу, да. Потом небольшая перемычка и два. Но тесто многовато, все-таки многовато тесто. Ну, вот. И тогда было бы получше. Да, и сожрем само собой. Чего ж так просто-то стоять. Так, ну что? Снимите капсулу. Она без капсулы, мне кажется, не выстоит. Она разбухла, и капсулу, мне кажется, не сниму. И она горячая сейчас. Мне кажется, она прилипла. А, нет, не прилипла. Сейчас подожду. Хорошо как. Вообще прям тема заходит. Вообще прям отлично. Залетает. Сейчас. Нет, она там мягкая. Она же там не зажарилась у нас под капсулой. Мне кажется, не будет стоять. Сейчас. Полость хорошая, да. Сейчас я где-то допеку еще. Еще там еще побыть. На какого-то приема. Раз полость здесь. Здесь перемычка, и два полость здесь получилось. Две полости. Две полости. Двухполосная штука. Ну вот. Ну что, отлипится она у нас. В ощущении, что внутри там как будто бы прилипла. Сейчас, подожди. Вот она же разбухла. Вот она, мне кажется, за счет того, что разбухла. Нет, они не достанут. За счет того, что разбухла. То есть оно вообще здесь. Давайте я разрежу, сейчас покажу. Оно вообще здесь. Как бы зажарилось сбоку. Видите, она сбоку зажарилась. Но она не снимается, потому что она, мне кажется, пока разбухала, она прилипла туда, в складочки. Понятно? И она не... Ну и стоять вряд ли будет. Мне кажется, там верхушка длиннее больше. Вот. Но мы за эксперимент сейчас сегодня. Де рецепт нужно узнать. Де рецепт. Рецепт будет в описании, дорогие мои. Описание в ВК. Это описание к посту или к видео, смотря где вы смотрите. Описание в Ютубе. Это надо нажать на название. Или такая маленькая галочка справа. Тоже смотря где вы смотрите, через какое приложение. Там донышко маленькое получается. Короче, у них донышко здесь. Вот донышко как будто нет. Короче, нет, не доставать. Мыслить только как этот. Вот донышко нет, не отходит. То есть мы это мыслим только как в стаканчике. Потому что оно получается, от донышка полностью все поднимается. Ну, стоять будет, кстати. Если что, да? Стоять будет, что-нибудь-то стоять. Какие развалины тут показываю. Все вот, кто сейчас присоединился, думают, боже мой, что это за ужас. Ну вот, да? И вот эта верхняя штука, конечно, волшебство, боже мой. Какая вкуснота. Все, дорогие мои друзья, на этой замечательной ноте я хочу закончить наш эфир. Вот. Чтобы не держать вас больше, я сейчас допеку вот это. Как-нибудь красиво пофотографирую, везде повыставляю. Рецепт будет здесь к видео. Не ждите рецепт быстро. Но для тех, кто сейчас подключился, рецепт есть в видео, я его читаю. Вот. Если вы его не нашли, тоже, кстати, я его читаю. Вот. Что дальше? Остужу, красиво пофоткаю. Все по пути съем. Раздам, соответственно, всему офису, чтобы всем стало хорошо. А вам от всей души советую, первое, полюбить кондитерку, как люблю ее я. Полюбить, не знаю, делать красоту так, как люблю ее я. Хотеть дарить любовь, наверное, вот так вот, счастье и заботу своим заказчикам, своей семье. И, конечно же, приходить ко мне учиться, потому что я супер классный кондитер. Это, сказать, преподаватель. Ну, преподаватель, не знаю. Ну, короче, все. До новых встреч, дорогие мои друзья. Вас люблю. Целую. Традиционно все вопросы можно писать под видео. То, конечно же, мало ли, получилось, не получилось. В ВК вы даже фотки можете прикреплять. В Ютубе, по-моему, нет, кстати. Фотографии не будете прикреплять. Да. Любые вопросы пишите мне в телефон, пишите мне в WhatsApp, пишите мне в комментарии. Все. Всем благ. Еще бабла обычно. Лучки бабла еще посылала. Лучки бабла. Лучки бабла. Лучки бабла. Все. Целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok